ПЕСНЯ 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 кто пришли на наше собрание. Мы вас всех очень рады видеть, и я очень тоже рад, что могу открыть это собрание и пригласить всех нас к общей молитве. Перед тем, как мы склоним к колене, прочтем место священного писания в котором произнес слова Иисус Христос в нагольной проповеди. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. «Блаженны чистые сердцы, ибо они Бога пузырят». Мы собрались сюда, безусловно, целью послушать проповеди, послушать пение мужского хора, многие знают это, особенно члены нашей церкви. Мы пришли сюда послушать стихотворение, пение детей. Ну, еще одна цель должна быть у нас всех. Это узреть Богом. И мы с вами читаем эти прекрасные слова. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Преимущество чистоты над нечистотой огромное. И не надо много так говорить, чтобы сказать, чистота — это хорошо. Чистота — это когда мы заходим домой к ближнему нашему, или к соседке, или еще кому-то. Но первое, что бросается, это чистота дома, чистота внешняя. И нам приятно находиться там, где чисто. Иисус Христос в данном месте говорит о чистоте сердца. А это уже что-то особое. Два, две таких главных мысли рассмотрим. В чем чистота сердца не может состоять? И в чем чистота сердца состоит? Чистота сердца не состоит во внешней оболочке людей. Или так, разовем вещи, одежда. Не может состоять чистота сердца во внешнем убранстве. Это всего лишь нарушное состояние человека, но оно не говорит никак о чистоте сердца. Мы сегодня все пришли сюда красивыми, нарядными. Но что кролица за этим сердцем? Чистота сердца не состоит в славословии Бога устами. Потому что Иисус Христос сказал, они чтут меня устами, а сердце далеко отстоит от меня. Это Иисус сказал в еврейском народе. Они внешне поклонялись Богу, отливали поклоны, молились, читали псалмы, читали Ветхий Завет, Слово Божие, но сердце их далеко отстояло от Иисуса Христа. Чистота сердца не состоит в обрядности. Многие думают и по сегодняшний день, что если они соблюдают такие обряды, как общеизвестный родительский день и подобные им, то этим они выражают чистоту сердца, думают, что они этим проявляют любовь к Богу и что они проявляют этим благочестие, целомудрие по отношению к Богу. Нет. Однажды фарисеи увидели, как ученики Иисуса Христа рвали колоссия неумытыми руками. И они сделали замечание, почему твои ученики кушают неумытыми руками. На что Христос обличил их. Седьмая глава Марка гласит нам, что Он обличил их именно в том, что они наблюдают, как моются чашек, дотлы, как умытыми неумытыми руками моют, а сердце они совсем забыли. И тогда же Он пояснил, что в уставо входит и выходит вон. Сердце не касается, а из сердца исходят злые помыслы, прелюбодеяния, коварство, ложь, злодейство и всю художесть. Стоит вопрос, а в чем же состоит чистота сердца? На основании Священного Писания мы приходим к трех-таки шагам к чистоте сердца. Первое. Сердце может сделать чистым Бог через прощение грехов. Это первый шаг, без которого невозможна чистота сердца. Второе. Это в исполнении воли Божьей. Читая Писание, безусловно, мы находим много для себя, что необходимо применять в жизни. Третье. Это постоянная жизнь в Иисусе Христе. Борьба с грехом. Человек, который однажды познал Бога, он не может равнодушно относиться к греху. И именно свидетельство того, что он борется с грехом и есть чистота его сердца. Для чего же нужно иметь чистое сердце? Наш текст гласит, блаженны чистые сердца, ибо они Бога пузлят, чтобы пузреть Бога. В Откровении 21-й главе сказано так, ничто нечистое не пойдет в царство и бестное. Последний вопрос может возникнуть у нас, а как достигнуть чистоты сердца? На это слово Божьи отвечает, что есть два пути для очищения, для чистоты сердца. Первый путь или первый источник пути очищения это кровь Иисуса Христа. И второй путь это Дух Святой. Или второй источник это Дух Святой. Два источника, которые делают сердце наше чистым. для того, чтобы Господь благословил наше собрание, для того, чтобы сегодня Господь говорил каждому из наших сердец, для того, чтобы Он присутствовал здесь, и мы в конце собрания могли засвидеть соль. Да, Господь был с нами, мы его видели. Необходимо нам всем чистое сердце. Для этой цели мы сейчас преклоним колени и будем помнить, что есть два источника. Все верующие знают, что Дух Святой Он действует на наше сердце. И если есть такая необходимость очистить сердце, давайте сделаем это сегодня, здесь, для того, чтобы Господь мог приспех к нам. Да поможет нам Дух Святой указать на наши сердца. И будем помнить, что только чистые сердца узлят Бога. Будем молиться коротко, для того, чтобы сэкономить время. Аминь. Сэкономить 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 Ветер Сэкономить Субтитры подогнали Симон. 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 Склонилась помолиться Моя родная, любящая мать. Отцы и матери, Отцы и матери, Всегда спасибо вам За все, за все, За то, что здесь два нас, Кресту нам родили, И с Ним мы радостно Теперь живем. О, дай нас больше, Вместе с вами мы На небесах, крестам расслабили, На небесах, крестам расслабили. Поскорько слез пришлось Пролить о детях вам, Молить отца нас, Чтоб нас кто спал, И Бог услышал все Молитвы слезные, И каждый день я зла Про его нас. О, дай этот сон, Все вместе с вами мы На небесах, крестам расслабили, На небесах, крестам расслабили. Не знаю, сколько нам Подарит жизнь и год, Быть может, долго лет И год заплатит, Но мы душою мы И сердцем вашими Отцами, матерей Для вас хватит. О, дай нас больше, Вместе с вами мы На небесах, крестам расслабили, На небесах, крестам расслабили. Отцы и матерей, Отцы и матерей, Детей не знающих Еще крестам, Молите все себе, Чтоб не утрасили, Своё наследие И нам всегда. О, дай Господь, Что вместе с вами мы На небесах, крестам расслабили, На небесах, крестам расслабили. О, дай Господь, Что вместе с вами мы На небесах, крестам расслабили, На небесах, крестам расслабили. Мамочка моя, Милая моя, Сколько в ней любви и нежной ласки, Времени твое, Самое дорого, Столько красоты и нежной ласки, Времени твое, Самое дорого, Столько красоты и нежной ласки, Верные шаги, Радости полны, Вне всех твое, Сейчас глаза лучи исты, В мире лучше нет, С чем сияет свет, А на чьих твоих, Радная чисты, В мире лучше нет, Мамочка моя, милая моя, Ты прости меня за все страдания. Пусть тебе всегда льет сочи слова, Ты прости меня за все страдания. Пусть тебе всегда льет сочи слова, Ты прости меня за все страдания. Хорошо живется с ней. У нее в мозольных руки, не от вели, не от скуки. Руки маминой устали, потому что не устали, Потому что прибирали, шили, мыли и стирали. Не валили, не кормили, а порой заделали. Мама Библию листала и тебе ее читала. По ночам молилась много на галине перед Богом. И сегодня в праздник маме обнимей ее руками. Извини за все плохое, батарея день покоя. У меня есть мама дорогая, За нее всегда молюсь я. Не заменит мне ее другая, Она мама милая моя. Моя мама лучше всех на свете, Нежная, желанная моя. Ее любят маленькие дети, Но люблю с ней, а маму я. Хорошо быть с ней утром рано, Ночью, днем и летом, и зимой. Я хочу быть с мамой постоянно, С ней пойду на небеса домой. Моя мама лучше и дороже, Всех дорог, что я могу называть. Мама дарит великие ласки Божьи, Дорогая и любящая мать. Аминь. И Господь вам сказал, Не препятствуйте нам, Приходите к Иисусу. Он нам, мы не скажем, как и вас возлюбил, и обморозно причислен в кровь. Почему же теперь ваши детские вдали и не видно теперь между нами? Или соблазнных людей, или советы твои повели их кривыми путями? Почему же теперь, как они возросли, каждым играм не будет дорогой? Почему они вместе теперь не пришли и склонили колени с любовью? Ты вдохнешь, и теперь, как они далеко от Христа и от истины света В рот греховный, глубокий упали они, вовсе чужд Христово завета. И помыслит Отец, скажет скорей, чем Матерь, век руками отвлек от спасения. Что же я сделал, Бог? Могу понять, Бог, Бог и соблазнных искушений. Почему зарастали поля сорняков? От того, что не понят во время. От того, пораженные души грехом, от беспечности ваших потерь. Вот смотрите, пример, Самуилова мать непрестанно в молитвах называла, чтобы Бог избавления мог сына едать, дар для Бога его обещала. Вот и он, что молился всегда о дитях, и за них заковалась жертва, чтобы они не поглядли в греховых сетях. И его была жизнь им пример. О, Отец дорогой, О, любимая мать, помолитесь о нас от начала, чтобы с антических лет Бог нас могли убирать, что такое спасительство. Вы нам дайте пример нашей жизни сильной, помогли мы у вас поучиться. Образ дивный собой не скрывайте от нас, чтобы нам в мире греховно не сбиться. И растите в нас добрые правды плоды, правды веры и веры Христовой. И тогда будут первые ваши плоды, принесенные жительницу Божью. Аминь. Мамочка нежная, мамочка добрая, Самая лучшая, Ты у меня. Ты, мое солнышко, С глазками сокременья, Мамочка нежная, Будь у меня. Если не слушаю, Мамочка добрую, То наказание Я сразу держу, Чтобы запомнил я, Что значит доброе, И что не доброе, Для меня. Ты научила нам, Более господи, Ты наставляешь нас, Женые грушины. Благодарит тебя, милая мамочка Будет любить тебя навсегда Иногда мне кажется строго, но за нашего же блага У нее любви так много, что не требует награды И она у всех бывает, старая, не молодая Мир я ее называю именем прекрасной мамы Аминь Как решить такой большой вопрос Все наши мамы хороши, как цвет и запах рост Сияние материнских глаз и ласки матерей Дороже золота для нас и слаще всех сластей Конфетку съел и нет ее, а мама здесь со мной Уютно с мамой жилье и душа, лень и злой Без мамы я бы не узнал Все правду вы из тех, как он за грешников страдал Рассказ на кресте Он мирственность смертью спас Ведь мама была густая Я, благослушая рассказ, благодарю Христа Но он воскрес, воскреси, и я достану срок Об этом мама говорит Спасибо за урок Люблю я с мамой разговор о чистоте души А возрешен не нужен слон Все мамы хороши Аминь 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 Мама христианка, я самая счастливая на свете Я девочки богаче и красивые Я стюмные и талантливые дети Но мало кто из них меня счастлив Вы спросите, что сейчас ты мне считаешь Я ответить вам легко сумею Себя вполне счастлива Почитаю, что маму христианку я имею Я вырасти хочу такой, как мама Не быть ленивой, гордой, грубиянкой Иди путем Христа, послушной прямо Будь истинный пример христианки Аминь Мои пищи, дочи, на земле растет Девочка сорвалась, маме падает Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Все цветы, все цветы Он любит тебя и меня Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Бог любит цветы, все цветы Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Бог любит цветы, все цветы Бог любит цветы, все цветы Он любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Будем живы, дети, как цветы звезды Папусть, мамой, слушай, во кресте росни Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Бог любит цветы, все цветы Он любит тебя и меня Чтобы ты ни был, мой друг, эту святыню храни, дорогую Не найдешь ее больше вовек Иметь мать, значит, иметь родину И при том такую, какой второй на земле нет Которая не стверняется ничем Это единственная роза без шипов Любовь матери, подобно отшлифованному алмазу Самому лучшему драгоценному камню Приятные воспоминания детства Неразрывно связаны с образом матери Эти воспоминания могут осветить человеческую жизнь Когда любовь матери сопровождается молитвой матери Да, молитва матери — это нечто, от чего крестнее даже самое наглое неверие Это нечто, вызывающее в жизни многих людей Молящаяся мать совершила в этом мире больше, чем подвиги дружей, стремившихся к достижению земной славы Молящаяся мать дала мир у величайших людей Сияющая слава многих из них берет свое происхождение от молящейся матери Ангелы-хранители чаще всего не спускались на землю по молитве матери Большинство блудных сыновей возвращались на родину по молитвам матери Привлекаемая, подобно небесному магниту, молитвой матери Поэтому, если ты имел или имеешь молящуюся мать Не забывай благодарить Бога за это каждый день Счастье твоей жизни и, может быть, продолжительность ее неразрывно связаны с молитвой матери Мать без молитвы не есть мать Так как ни в день не достает материнского благородства Высшего чувства матери Мать должна и духовно родить свое дитя И на коленях вести его на свет истинного бытия Так как и за пределами нежной юности Оно должно оставаться ее чадом Если мать не молится за свое дитя Она теряет право на его душу Лучшее право, которое только может иметь мать на своего ребенка Благодаря своему хорошему влиянию Как она покорит его волю и в то же самое время разовьет в нем благородную самостоятельность Это невозможно без молитвы Потому что мать, которая не является в то же самое время священником Утратила свое достоинство А там, где нет достоинства, там не достает и детского уважения И признания материнского авторитета Молящаяся мать — это украшение христианства И вместе с тем сила, окрыляющая его молитвой А ты, мать, молишься ли ты? Вы думаете, легко помолиться, как нужно? Нет Не сделавши доброго дела для ближнего своего Не подействовавши благодатью Никогда вы не помолитесь так, как следует помолиться Только тогда человек помолится таким образом Что неизъяснимая радость наполняет его во время молитвы так Что душа сама собой уже молится без слов Она в автомобильной катастрофе разбилась Лежит в больнице, заострился профи В глазах уж гаснет слабой искры свет В халатах белых, не волнуясь очень Врачи шепнули тихо в стороне Она, наверное, не протянет ночи И слух поймал тот шепот в стороне Пришлите, мать, сказала она строго Велите ей сейчас ко мне прийти И мать пришла и встала у порога Как бы боясь и ближе подойти Иди сюда, мать, встань здесь поближе Учила ты меня и петь, и танцевать И на рояле я хорошо играю Ну вот теперь мне надо умирать Мне страшно, мать, о Боге я не знаю Скажи, как вечность мне встречать Меня учила жить Теперь я умираю, а ты не научила умирать Мы, ублажая матерей так много Благоверяем перед словом мать Но только мать, что носит в сердце Бога Детей научит жить и умирать Аминь Благоверяем перед словом мать Ах, отчизни трудно И ускорю для боль Не помогает друг мой Спаситель дорогой Лишь там Найду покоя Лишь там Не будет слез Лишь там Забудут стольки Где самцарик И скроз Лишь там Найду покоя Лишь там Лишь там Не будет слез Лишь там Забудут стольки Где самцарик И скроз Благоверяем перед словом мать Мою душу Христос Увлеки Красотою Своей Что помимо Тебя Не пришлось Не искать В темном мире Огней Увлеки Меня Вечность Христос Притяжение Земли Помоги Подолеть Чтобы Жить Не на небе С тобой На небе С тобой На небе С тобой Чтобы Чтобы Я Зарем И Тобой Отвергая Светила Земли Шел К тебе В камени Стать Тобой Своей Увлеки Меня Вечность Христос Притяжение Земли Помоги Подолеть Чтобы Жить Мне На небе С тобой На небе С тобой Чтобы О Ihr О что На по bible Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья мои, наша основная цель заключается в том стихе, который мы видим, который записан в 1 послании Коринфянам 11 главе 23 стих. Мы проповедуем Христа распятого. Друзья мои, я хочу прочитать один единственный стих из 18 главы Матвея, 11 стих. Ибо Сын Человеческий пришел сыскать и спасти погибших. Знаете, друзья мои, в этом стихе очень короткое всего слова заключено практически. Заключен весь смысл Нового Завета и всей Виклии. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Здесь, в этом стихе, отражены две мысли. Первое – взыскать. Второе – спасти. Знаете, мне вспоминается одно библейское повествование в далекой древности, которое происходило 300,5 тысячи лет тому назад. Это в восточной части сегодняшней Турции. Это была земля Халдейская. И там находился Ур, такой город, Ур Халдейский. И в этом городе жил один человек по имени Авраам. И вот Бог этого человека нашел там, в этом далеком краю. Я хочу сказать, что он жил практически там, где после потопа начали умножаться люди. Недалеко от того места находится гора Арарав, на которой остановился некогда Ковчег. И там люди с того места начали расселяться по всей земле. И вот Авраам жил там, недалеко от этого места. И Бог находит вот этого человека там, среди этих Халдеев, только для того, чтобы от него произвести реликий народ. И вот, чтобы от этого человека пришел в этот мир Спаситель наш Иисус Христос. И вот, вы знаете, что очень интересно. Бог, когда Он нашел Его там, призвал Его, и Он Ему повелел выйти из своего родства, оставить все там, все родство родных, близких, все оставить. И идти туда, куда Ему Бог укажет. И этот человек послушал Бога. Вы знаете, как ни странно, Он абсолютно не знал, куда Ему идти. И вот Бог Ему указал, и Он отправился. Прошел все среди земноморья, и направился в сторону Египта, и пришел в землю Хананскую, там, где жили Хананей. И мы, читая Библию, мы видим, как Бог чудно вел этого человека, который целиком и полностью в своем хождении за Богом, он только жил верою, невидением, незнанием и ничем. Он абсолютно не знал, что Бог, куда его Бог приведет. Только когда Он пришел, уже в эту землю, Бог сказал, что Я дам тебе, и потомкам твои. Произведу от тебя многочисленный народ, хотя у него не было совсем детей, в 75-летнем возрасте. Бог дает ему обетование, что будет от тебя, родится от тебя множество потомков будет. Я думаю, вы знаете, этому человеку, которого Бог призвал, наверное, было немножко странно. Бог дает обетование, проходят годы, проходит время, а сына нет. Наследников нет, а Бог ему еще раз подтверждает вот эти же самые обетования. И знает Библию, друзья мои, мы видим, что этот человек, он целиком и полностью доверился Богу. И Бог исполнил свое обетование. Бог исполнил обещание. Мы сегодня знаем этот еврейский народ, который практически сегодня расселен по всему лицу земли. Я не знаю, есть ли места, где нет евреев. Я знаю, что при социалистическом режиме в Албании не было их. Это одна единственная страна, откуда их выселили много десятилетий назад, и там практически евреев не было. О других странах я не знаю. А практически во всем мире они населяют, живут сегодня. Вот эти обетования Божьи, они исполнились буквально в жизни этого человека. А мне хочется сказать, что Бог взыскал его, призвал его оттуда, из этой земли. И человек этот абсолютно не знал. И не имел представления, где он окажется. Знаете, нечто подобное сегодня происходит в нашей жизни. Мы с вами прочитали. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. И Слово Божие говорит, что нет на земле праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. И если каждый из нас сегодня серьезно поразмыслить в своем сердце, в каком он состоянии пред Богом, не перед людьми, друзья мои. В глазах людей мы можем быть очень хорошими, очень святыми, праведниками. Но в глазах людей мы все грешники. Пописано, что в грехах зачала меня мать моя, и в грехах родила меня. Мы все грешники. И мы нуждаемся тоже в этом спасении, друзья мои. И знаете, Христос, когда пришел в этот мир, то Он ходил по городам и селениям и искал тех, кто принял бы Его. Один такой простой пример, в 19 главу Евангелия Луки мы читаем, Христос однажды за время своей проповеди, за 3,5 года, который Он ходил по земле, Он посетил только город Иерихон. И в этом Иерихоне, вы знаете, так можно было бы подумать, что сам Христос, Сын Божий, Бог, зашел, чтобы преподнести вот эту благую вещь спасения людям. Вы знаете, сколько там человек только пришло ко Христу? Кто помнит? Когда Христос подходил и Иерихон, Он встретил там одного свякого. И вот этот человек просит, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Христос помиловал. Прозрел этот человек. Теперь Христос проходит через Иерихон. И вот Он прошел через весь этот город. И только в одном месте. Один человек по имени Закхей, который искал видеть Иисуса. И вот Он был ростом, голуба, людей огромное, всем интересно, любопытно, что же это за новый пророк такой появился в Израиле. Всем интересно было посмотреть, ученики окружали Христа. Этому человеку ничего не оставалось делать, как влезть на смоковницу, на дерево и посмотреть на Христа, чтобы увидеть Христа. И Христос, когда проходил мимо этой смоковницы, Он говорит ему, Закхей, сойди скорее из дерева, ибо мне надо бы быть у тебя в доме. И когда Он находился там, в этом доме, вот этот грешный человек, начальник мытарей, то есть сборщиков налогов, которые очень много причиняли зла людям, и которых так ненавидел народ израильский. Они собирали подать в пользу римского императора, и мало того, что они брали эти налоги, они еще и в свой перман очень много брали, немного брали лишнего, и народ практически их ненавидел. И вот этот грешный человек, который искал видеть Иисуса, он говорит, Господь, половину имения Моего раздам нищему, а кого обидит, воздам печенью. И Христос говорит, ныне пришло спасение дому всему. И Христос ушел дальше из этого дома, пошел дальше, когда на выходе из Иерусалима, там Его еще встретили двое скепых, которые тоже просили о милости, чтобы им прозреть. И этим людям Бог дал прозрение. Христос исцелил и этих людей, они также стали видеть и славить Бога. Всего четыре человека в этом огромном городе, ради которых Христос проходил. Пошел посетить этот Иерихо. Это очень грешный был город, развращенный город Иерихо. И там было все-таки вот эти четыре души, которые искали Бога. Христос нашел. Вы знаете, сегодня вот этот наш такой праздник, что ли, так мы его назовем, он тоже не просто так. Вы знаете, мы бы и рады, может быть, не отмечать. И оно нам по-христиански, знаете, как-то не очень к этому душа лежит. Но у нас есть еще один раз одна возможность, один повод, чтобы пригласить сюда тех, кто, может быть, в такие дни никогда в жизни не зайдет в этот Дом Молитвы. Я верю, что сегодня это не просто так, что сегодня мы видим здесь очень много друзей, которые пришли посетить наш Дом Молитвы. Пришли, может быть, только посмотреть, послушать. Друзья мои, но сегодня и для вас звучит это слово. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Сегодня это слово и для вас звучит, что Христос пришел и ради вас сюда, в этот мир, и пострадал за вас на кресте Голгофы, чтобы вам дать спасение, чтобы вас найти в этом мире грешном, погибающем. Друзья мои, вы знаете, мы сегодня живем в очень трудное, тяжелое время. Мы это все сознаем, мы это все ощущаем, на своей шкуре, так сказать, испытываем все прелести сегодняшнего времени. И сегодня, я думаю, особо тяжелым временем ложится вот эти проблемы, они ложатся на плечи наших сестер, наших жен, матерей. И, вы знаете, я хочу сегодня сказать вам, дорогие наши сестрички, Христос пришел не только взыскать нас в этом мире, не только нам показать вот этот путь спасения, призвать нас в небесную страну, которая для каждого из нас готова уже место у Бога. Друзья мои, он говорит слово Божие, и спасти. То есть провести нас в этой жизни вот точно так, как Бог долгие годы водил Абраама, а потом весь народ израильский водил по земле, в пустыне, в течение сорока лет по пустыне вел в эту землю обитованную. И Господь говорит, я сам, я введу тебя в эту землю обитованную. Друзья мои, я хочу сказать и вам, всем, дорогие друзья, кто не приметен нищего с Богом. Христос пришел не только найти нам, не только нас, не только указать нам этот путь спасения, но обещает и нас в этой жизни водить, спасти, провести через всю эту жизнь, чтобы мы могли достигнуть того небесного канада, который Бог приготовил любящим Его. Пусть Господь сегодня благословит сердце каждого, кто находится здесь. У нас нет времени рассуждать много об этом, но я хочу, друзья мои, сказать и обратить еще раз внимание на те слова, которые мы прочитали с вами. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Сегодня, друзья мои, Христос также ищет и вас. Он хочет и вас, и вам указать вот этот путь спасения, спасти ваши души. И точно так, как Он водил тех, кого Он когда-то нашел. И там в этом буре халдейском Авраама, и потом целый этот народ израильский, в течение многих столетий Бог водил его. И я хочу сказать, друзья мои, Бог точно так же. И нас сегодня готов повести, каждого из нас, призвать нас из этого мира, дать нам радость спасения, дать нам прощение грехов, дать нам покой и мир в нашей душе. Знаете, сегодня в нашей жизни, как никогда, не хватает именно покоя. Мы сегодня обеспокоены всем, что происходит вокруг нас. А Христос говорит, придите ко мне все, труждающие и обремененные, и я успокою вас. Сегодня Христос не только готов найти вас в этом мире, не только спасти вас, но Он хочет и успокоить ваши сердца, что Он может от сегодняшнего дня и до конца вашей жизни вести вас по этой жизни, встретить скорбей, страданий, тревог, переживаний. Господь сегодня готов пойти с вами, и пусть Господь благословит сердце каждого из вас, принять вот эти слова и растворить их в веру в сердцах своих, и прийти ко Христу, чтобы получить вот этот мир и покой своим сердцам. Аминь. Стихозволение. Мама укладывается, и затем пение приезжает, и сейчас стих, что-то доброе. С лаской и просьбой, а сегодня упреки дерзкие, ты в лицо ей жестоко бросил, зачеркнул обещания прежние, гаснул добрых желаний низк, а душа беззаветно нежная, черствой горкой покрылась быстро. Плачет мама и тихо молится, одного ее сердце хочет, чтобы истина яркой молнией позареет твой путь полночи. Ты с молитвами храбро борешься, ты боишься решений сложных, но однажды предстанешь горестно, при судом справедливой ложной, страхе пряча глаза от спасителя, вдруг поймешь положение серьезное, и одним из твоих обвинителей будут тихие мамины слезы. Аминь. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПЕСКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Большое в жизни преступление Никто не говорит вставать легко Но вспомни, там, где низкое падение Стоит сам Иисус недалеко Все отвернулись, и друзья, подруги Но Иисус не может не понять Недаром пригвождены были руки Зовет тебя и хочет вновь поднять Любовь его от края и до края И как отец он ищет тебя И если ты придешь к нему рыдая Он все простил, простил ради себя А дьявол живучи поздно Но неправда, еще сегодня Божья благодать Но только не откладывай на завтра А то навеки сможешь опоздать Христос Я благодарен, но только не откладывай на завтра А то навеки сможешь опоздать Христос плевки терпел, хоть невиновно А кто же ты, что крест стынешься взять Он пострадал и крест нес добровольно Чтоб всех заполучших, как тебя, менять Вернись, душа Пусть люди попирают И непонятно, как женщины тогда Словами, как камнями, закидают Но Иисус не кинет Никогда слова больней камней обьют Но снова прощаются тебе грехи Иди, тебя поднимь И направи снова к счастливому небесному Иди, вернись, душа Не поздно Нет, не поздно Еще сегодня, Божья Благодарь Приди к Нему Покайся Пока можно Приди, чтобы навеки не поздали Аминь Такого содержания, что Если нас Господь спас Если нас оправдал И мы спасены То она должна быть Всей нашей жизни прославление Песнь хвалы И чтобы она не замолкала у нас И здесь также Последний стекан Последнее полуэстичное описано О, как молчать мы будем Если нас Господь спас И мы споем эту песню Здесь жизнь моя Есть песнь главы Что громко средь сомненья Среди неправды грешной глы Гласит от не спасенья Свой жизни шум и суету Я слышу, как ликуя Поют спасенные Христу О, как молчать могу я Поют спасенные Христу О, как молчать могу я Пусть мира прелести умрут Все ж будет Бог со мною Пусть тучи полночи пройдут Он будет мне зарею Ничто мой мир не потрясет Пока к Иисусу сольну я Пока меня Он бережет О, как молчать могу я Пока меня Он бережет О, как молчать могу я Гляжу я Гляжу я ввысь там меньше туч И небо в ней сильнее И день за днем спасенья Лук все больше в сердце греет Ключасть я все сильнее бьет И в нем от раду пью я И слышу, как Господь греет О, как молчать могу я И слышу, как Господь греет О, как молчать могу я Амина Светлана Много лет она в квартире нашей Одинокая В комнате жила Письма были только очень редко И тогда, не замечая нас Все хотела и шептала Детки, вам ко мне приехать Хоть бы раз Ваша мать согнулась Постарела, что поделать Время подошло Как бы хорошо вы посидели Рядышком у нашего стола Раньше на собрание ходили В праздник пели гимны до утра А потом уехали Уплыли, просветились Вот и соберели Заболела мать И этой ночью Телеграф не устала стучать Дети срочно Дети очень срочно Приезжайте Заболела мать Из Одессы, Киева и Горки Отложив до времени дела Дети собрались Да очень жалко У постели У постели, а не у стола Может привезти вас К поездам Слушайте Пока у вас есть Равно Приезжайте к небе Никакие слова не заменят Материнский, доменчий Одессы, Киева и Горки Эти руки, эти руки, никогда, никогда не забудут. И в близи, и вдали, на краю лесной двери, Теплоту их всегда помнить будет. ПЕСНЯ И в близи, и вдали, на краю лесной двери, Теплоту их всегда помнить будет. ПЕСНЯ 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 У дьявола очень много разных методов и способов, чтобы разрушать семьи, но один, который всегда срабатывает безотказно и действует наверняка, как укус королевской ковры. Это вещи не придирки к мужу, это вещи не недовольства, это все то, что пилит его точек и надламывает его и моральное, и физическое здоровье. Вот такой и была жена у Ивана Николаевича Толстого. Смотря на то, что он был графом, несмотря на то, что он был таким великим человеком, который написал такое великое дожество романов, которыми сейчас восхищается и расторгается весь мир, рассказывают свидетельствам, что за ним буквально ходили по пятам корреспонденты, и даже такие ревиальные фразы, как «пожалуй, я пойду спать», на леду ухватывали и записывали в свои блокноты. Полное собрание его сочинений, кстати, составляет 100 томов. И вот такого человека с таким недовольством воспринимала его жена. У нас, дорогие, сегодня не хватит времени говорить об Абраме Берекольне, а Наполеоне Третьем, у них, вы знаете, жена были тоже не подарок. Какими бывают женщины, мне об этом вам рассказывают, друзья. Но тем не менее, не забывайте самое главное и самое важное. О чем говорит Библия? Мудрой жена устроит дом свой. А глупая разрушила своими собственными руками, сказал Приму Бересломану. Мы можем сказать, ну, это было в те времена, когда женщины-то были в общем-то необразованные и безграмотные в какой-то степени. Нас это не касается, когда эмансипация не достигла своего апогея. Друзья мои, вы недавно читали в прессе, наверное, или, может быть, слышали по радиуму или даже по телевидению, как Диана развелась со своим принцем к Чарльзаму, это дело происходит, или, точнее, уже происходило в Англии. Уж ей это казалось, почему не хватало. Мерседес или дворец слишком маленький у них, или в коммуналке она живет, или, может быть, яхтами у нее не хватает на море. Друзья мои, все дело всегда заключается в одном и простом качестве, что Библия называет коротким словом. Мудрость. Мудрость она устраивает дом свой, а глупое – разрушает его своими собственными руками. И в связи с этим я хотел бы прочитать качества, которыми обладает вот эта мудрость, которая исходит от самого Господа. Апостол Иоанн в третьей главе записал в 17 стихе «Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом верна, скромна, послушна, пола милосердия и добрых плодов, песта и страстна и нелицебряна». Я сейчас прочитаю еще раз. А вы попробуйте, дорогие жены, дорогие мамы, дорогие бабушки, дорогие женщины, делиться в конце концов. Проверяйте свою собственную жизнь и сравнивайте вот те качества, о которых говорит Библия, и присваивает их, и приписывает к мудрости. Есть ли они у вас? Если они у вас хотя бы на половину есть, будьте уверены, ваше счастье в ваших руках. Если они отсутствуют, друзья, мы сами способны сделать определенные выводы. Итак, мудрость, которая исходит свыше, во-первых, чиста, потом верна, скромна, послушна, полна милосердия, добрых плодов, без пристрастных и нелицебряна. Если вот эти качества у вас есть, вы можете не опасаться за будущее своей семьи, за будущее своих детей. Разумеется, когда Соломон написал этот стих, на мой взгляд, он в первую очередь имел, ну, конечно же, материальное счастье семьи, каждой живущей на этой земле. Может быть, даже и морально. Может быть, он имел в виду, конечно, семейный уют. Как мы знаем, именно женщины является хранительницами семейного чага. Может быть, он имел в виду, со вкусом обставленные квартиры. Может быть, что-то большее, лучшее, вплоть до того, что она разберется, умеет приготовить из ничего, или из дешевых продуктов, вкусные блюда. Все это, наверное, он имел в виду, когда написал эту, такую громкую фразу. Но, тем не менее, Библия говорит, что дом Божий – это мы. В послании к Евреям, в 6 стихе, в 3 главе, апостол так и написал. Дом же его, то есть дом Бога – это мы. Апостол Павел в послании к Коринфянам подтвердил эту фразу, он выразился несколько, знаете, «Триумфаль». И он сказал, «Вы храм Бога живут». И уж согласитесь, если мудрая жена устраивает свой собственный дом, физически, в котором она живет, свою семью, то тем более, вот эта мудрая жена, если у нее есть мудрость, она устраивает свой духовный дом. Тем более, она устраивает тот дом, в котором живет сам Бог. Духом Святым. Бог же сегодня немножко об этом слышит. Что именно Духом Святым Богу живет в каждом сердце. И уж если вылезет за очень громким афоризмом, который гласит, что ни одна жена вырыла могилу своими собственными руками семейному счастью, если она была вделена мудростью, то друзья мои, еще больше таких женщин, таких жен, таких матерей, которые вырыли собственному духовному счастью могилу, потому что имеют самую важную и самую главную качественную жизнь. Они имеют мудрость, которая не сходит, как мы здесь прочитали, мудрость, которая не сходит свыше. Интересно, что Соломон буквально начал книгу в плече с мудростью. Он сказал, начало мудрости, только начало, заметить, это страх Господня. Если у вас есть страх для Господа, то, что вы присутствуете сегодня здесь, на богослужении, а не где-то на толчке, это уже говорит о том, что у вас есть вот это доброе начало. Заметьте, он продолжает свою книгу, мудрость же нам устроит дом свой. Если мы имеем в виду духовный дом, то она предложит к этому все усилия и стараниям, чтобы устроить свой дом духовный. Он даже и заканчивает эту книгу притчей тоже описание мудрой жизни, что у нее все получается, но она все успевает, у нее все прекрасно дом устроено. Таким образом мы подходим к самой важной, к самой главной библейской истине. Если, дорогие друзья, вы считаете, дорогие наши бабушки, мамы, жены, сестры, женщины, девицы, если вы считаете себя мудрыми, то, по крайней мере, попробуйте проявить это надея. Вы, во-первых, уже должны к этому часто...